Так, ребят, всем привет, всем привет, сегодня мы будем менять с вами термопрокладки на видеокарте 3080 Для чего я буду это делать? Потому что они задубели Я уже ее разбирал, пломбы уже поснимал, здесь основные прокладки задубели В принципе, я поменял термопасту, температура нормальная, но я хочу полностью ее обслужить Как следует, все-таки видеокарта не дешевая Это 3080 RTX на 10 гигабайт, что мне сегодня понадобится? Заказал я термопрокладки, на глаз померил, вроде 2 мм они Заказал на Wildberries, но можно, в принципе, я думаю, и на Ozone везде заказать Вот такие термопрокладки, у них, между прочим, есть свой срок годности Вот написано до 2025 года, то есть 2 года у нее срок, даже запакованный Она даже, видите, дубеет, получается, просто лежа в пакете, не говоря о том, что на нее идет нагрев Что такое термопрокладка вообще? Термопрокладка, она же терморезинка, даже здесь написано Она отводит тепло от чипов памяти и всяких-всяких элементов, которые сильно нагреваются Сама видеокарта, по сути, это вот этот вот плоский текстолит, все остальное, это система охлаждения Сейчас мы все это разберем Такая у нас есть термопаста, MX4 я взял, мне прям понравилось Хорошо очень, убавились температуры Главное, чтобы попался оригинал Здесь есть какой-то QR-код, его можно как-то там проверить, короче, я хрен знаю Понадобится зубная щетка, туалетная бумага, стирать старую термопасту Хотя она у меня не старая, но так как я буду скрывать, все равно буду ее снимать Ну и набор отверточек, какие-нибудь такие плоские, удобные отверточки У меня это Семьевский набор Вот таких прикольных отверточек, думаю, все про него знают Так, ну все, ля-ля-ля, короче, откручиваем бэкплейт Что такое бэкплейт, это, короче, хрень задняя декоративная, она же тоже отводит тепло Откручиваем все эти болтики, снимаем систему охлаждения Вот этот коннектор, вот этот коннектор И откручиваем 4 вот этих винта, которые прижимают чип крест-накрест И доберемся до термопрокладок, и я покажу, что делать дальше Так, ну конечно же, надо быть очень аккуратным при разборке Потому что может быть очень сильно склеено и приходится прям отдирать Что мы здесь видим? Вот наши термопрокладки, которые необходимо заменить Раз, два, три, четыре Если мы посмотрим вот на эту зеленую термопрокладку То она довольно мягкая В принципе, видите, проминается такая мягкая и выполняет свои функции А вот эти термопрокладки серые Они находятся как раз где чипы памяти То есть в центре идет основной процессор кристалл И вот тут идут чипы памяти Здесь видюха на 10 гигабайт А может еще быть на 12 Поэтому, видите, здесь место еще под 2 не распаяно Вот они, по-моему, по 2 не гигабайта 2, 4, 6, 8 Что-то я не помню, ну примерно В общем, вот эти вот чипы очень сильно греются Если у вас, вы разобрали, например, заметили, что термопрокладка жесткая Но пока у вас нет этих термопрокладок Или вы пока ждете, пока ее заказываете То можно, смотрите, как я сделал до этого еще Капнул по чуть-чуть термопасты прямо на сам чип Вот сюда Сейчас покажу Вот сюда, прямо по капельке в центр Так раз, два И температура прям, ну, значительно упала Но это, конечно же, мера временная И вот смотрите, вот эти серые термопрокладки Они очень жесткие То есть они прям, видите, не могу даже промять особо То есть довольно жесткие По сравнению с этими зелеными, которые прям очень мягенькие Такие, они должны как нажиматься и чуть форму свою восстанавливать А эти, они уже, ну, дубовые, в общем Не совсем прям супер дубовые Но, тем не менее, сейчас мы будем их потихоньку удалять Они, видите, уже ломаются, крошатся То есть уже не эластичные Уже просто не годятся Сейчас мы полностью их будем снимать Главное запомнить их расположение Аккуратно оттереть все вот эти следы И поставить новые термопрокладки Давайте для начала здесь все удалим и почистим Зубной щеткой, духами, туалетной бумагой Можно ватными палочками почистить Какие-то мелкие следы можно почистить сухой щеткой Просто вот так чистить, не боясь Также можно деревянным палочками аккуратно удалить остатки термопасты Но, в принципе, термопасты не проводят тепло Точнее электричество И если где-то останется какое-то незначительное количество И вообще любое, в принципе, количество Ничего не произойдет, не бойтесь Можно вот почистить, как вам нравится, допустим Я вот почистил банки памяти Кстати, я вот тут понял, здесь по гигабайтам примерно Это раз, два, три, четыре, восемь, девять, десять И еще два слота, еще до 12 гигабайт Кстати, напишите в комментариях Если распаять здесь еще 2 гигабайта памяти Поймет ли видеокарта, получится ли у нее распознать эту память Кстати, смотрите, здесь есть специальные даже отметины Где надо лепить эти термопрокладки Специальные пунктирные линии То есть сюда-сюда-сюда, везде вокруг Чтобы всю вот эту память вокруг охлаждать Также здесь вот под этот маленький кусочек Тоже была маленькая-маленькая такая термопаста Ой, термопрокладка, но она где-то уже потерялась Я сейчас тоже ее восстановлю Поэтому просто берем наш кусок И, например, старую термопрокладку берем Условно говоря, прикладываем, там маркером обрисовываем Ножничками нарезаем, такие же И клеим назад Так, ну что, ребята, вот я прилепил новые термопрокладки Давайте сравним их со старыми Вот как выглядят старые Какие они ломкие Похожи вообще на пластилин Все вот так сыпятся Не совсем, конечно, не дубовые Но, тем не менее, они уже никакие Плохие, на 50% минимум они засохли И вот какой вот мягкий Мягкие новые термопрокладки Какие нюансы? Когда лепим эти термопрокладки Нужно убирать защитную ленту С двух сторон С этой и с этой обязательно не забыть Иначе никакой теплопроводности нормально не будет Здесь у меня один чип памяти всего Вот он здесь Вот видеокарток перевернется Поэтому здесь достаточно было одного квадратика Но я вот отрезал здесь такой кусок Здесь по размеру тоже сделал Слева, справа Здесь тоже Сюда не надо сильно заступать Потому что будет плохой прижим вот этой пластины Если она будет здесь, прям чип находится рядом То есть вот эти границы довольно важные Чтобы внутрь не заходило Наружу можно, а внутреннее желательно И в принципе, что сейчас? Намазываем нашу термопасту На кристалл, на вот этот чип Собираем все это вместе И смотрим, как у нас изменились Температуры Охлаждение, все прочее И вот для этого маленького Тоже я здесь сделал Не знаю, что это Но здесь была тоже термопрокладка Вот эти термопрокладки и нормальные Хотя вот одна, видите, даже порвалась По идее тоже будет заменить Но она другой толщины И у меня такой нету Поэтому я их оставлю пока Как есть Не забываем, когда будем натягивать Вот эту площадку Самого основного процессора, кристалла Накрест-то затягиваем Здесь пару раз покрутили Здесь пару раз Здесь, здесь, здесь Накрест потихонечку Как болты на жигулях, короче Чтобы не перетянуть в какую-то сторону И потом уже конкретно затягиваем Теперь я собрал Вот так у меня здесь все выглядит Вот видеокарта Здесь у меня стоит кулер охлаждения Здесь карта захвата Все продувается Здесь задувается Выдувается Здесь два огромных вентилятора Все, в общем, там, короче, ништяк И смотрите, что по температурам Температура в нагрузке Не поднимается выше 52 градусов Здесь разрешение 4К Монитор 120 Гц 21 на 9 И здесь у меня даже в менюхе Даже в менюхе уже Это, кстати, Counter-Strike 2 Здесь хоть и графика простая Но нагружает она прилично Даже в менюхе у меня было 70-80 градусов Вентиляторы лупили просто на сотку На 90, наверное, процентов Теперь вообще все отлично Всего 52 градуса Никаких перегревов, ничего нету Никаких глюков тоже нету Вот, да, такой у меня такой огромный монитор А здесь еще у меня дополнительный-дополнительный монитор Чтобы все было удобно вот так вот смотреть Ну и, в принципе, что я считаю Удалось Замена термопрокладок у нас удалась Все хорошо Ничто у нас не развалилось, не сломалось Температуры стабильные, низкие Вообще ерунда 52 градуса для RTX 3080 Давайте я вам покажу настройки Кто-нибудь там, наверное, не верит Где у нас настройки? Вот настройки Вот 120 Гц 4К разрешение На высоких, кстати, да, стоит Высокое-высокое-высокое Сглаживание И все работает вообще Прекрасно Так что, кому понравился ролик Ставим лайк Подписываемся на канал Температура немножко поднялась Ну, 57 Короче, вообще этот чип может греться до 90 градусов Это считается вообще нормально То есть комфортная температура 60-70 До 80 даже А здесь Ну, что там, 57 градусов Я думаю, 60-65 даже с ним будет греться Компьютер практически не слышно Кулера работают Где-то на 60-40% То есть вообще не слышно Все другие вертушки гораздо громче работают Ну, а так все вот работает Все получилось Так что ставим лайк Подписываемся на канал Заходим на мои стримы И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok